Пантово оленеводство Олень – священное животное у народов Евразии и тотемный зверь-прародитель для многих из них. Самоназвание скифов Саки восходит к древнему слову, означавшему «олень». Скифские украшения, обнаруженные в курганах Южной Сибири, несут мотивы поклонения этому животному. Панты алтайского морала, не окостеневшие и срезанные в период роста рога оленя, традиционно используются в восточной медицине. Это стимулирующее и общеукрепляющее средство. Еще в СССР был разработан препарат на основе пантов под торговой маркой «Пантокрин». Пантовые ванны – свежий водный экстракт из вываренных пантов морала, применяются в санаторно-курортном лечении. Препараты и БАДы также производятся из донорской крови морала. От одного животного отбирается не более литра крови. Сегодня в мире зарегистрированы сотни видов продуктов на основе пантов. В Алтайском крае 390 наименований различной пантовой продукции. Традиционная переработка изготовления настоек и отваров позволяла извлекать из пантов только 10% биологических веществ. Использование новых технологий переработки пантов биофармацевтическими предприятиями края позволило повысить выход продукции до 64%. Заготовка пантов охотниками неминуемо означала гибель животного. А домашнивание морала, которое началось в середине 19-го столетия на юго-западном Алтае, позволило заготавливать панты, не нанося урон природе. Первых одомашненных моралов содержали в клетках. В дальнейшем развитие отрасли связано с созданием огороженных высокопродуктивных пастбищ в естественной среде, где моралы получают традиционный для них рацион. В начале 20-го века на Алтае было около 200 моральников с поголовьем более 3000 оленей. Технология заготовки пантов мало изменилась с тех пор. Животные свободно пасутся на огороженной территории летом, зимой получают дополнительный прикорм. Полувольное содержание оленей в парках позволяет заготавливать наиболее ценные в биологическом плане панты. Для срезки неокостеневших рогов используют оленей, начиная с двухлетнего возраста. Погонщики разделяют животных. Выбранный олень загоняется в станок, где происходит срезка пантов. Пантовку проводят в мае-июле. Если панты не срезать, рог окостеневает и становится опасным для других животных в период гона, который сопровождается ритуальными брачными схватками взрослых оленей. Срезанные панты консервируют, вываривают и сушат. Затем они используются как сырье в фармацевтической промышленности. 95% пантов уходят на экспорт в Южную Корею. До 70-х годов 20 века рынок пантопродуктов формировался Советским Союзом, Китаем и Кореей. В 80-е годы олени были завезены в Новую Зеландию и Австралию. Эти страны начали развивать собственное пантовое оленеводство. И сегодня в России всего чуть больше 2% мирового поголовья пантовых оленей. 95% моралов находятся на территории Алтая, Республики и Края. В Алтайском крае пантовое оленеводство представлено в 6 районах. Общее поголовье составляет около 25 тысяч оленей. За научное сопровождение отрасли в настоящее время отвечает Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, расположенный в Барнауле. Им обрабированы новые кормовые средства и добавки. Разработаны нормы кормления и типовые рационы моралов. Ветеринарно-санитарные правила для ферм пантового оленеводства. Созданы методики получения биологически активных веществ из сырья пантового оленеводства. В рамках краевых программ пантовое оленеводство получает дотации. За два года они увеличились в 1,7 раза. Рост объемов производства лечебно-профилактической продукции и лекарственных средств на основе сырья пантового оленеводства составляет 143% уровню 2011 года. Это результат совместной работы бизнеса, власти и науки. Перспективное направление развития пантового оленеводства – это объединение предприятий в кооперативы и оказание им государственной поддержки. Это позволит укрепить материально-техническую базу предприятий, сохранив хозяйственную самостоятельность. Они смогут создать современные перерабатывающие производственные мощности. Пантовое оленеводство является выраженной экспортной отраслью Алтая, а также может обеспечивать сырьем биофармацевтическую промышленность. Ценность представляет богатые витаминами и микроэлементами мяса, кровь, сухожилия, половые органы, эмбрионы, морала. Дальнейшее развитие пантового оленеводства является условием для развития пищевой промышленности, биофармацевтики, позволяет повысить здоровье и качество жизни нации.